ну что всем здравствуйте у нас сегодня совершенно неожиданно для меня будет лекция на пропитон вот но прежде чем прежде чем начать внезапно разговаривать про питон на самом деле не только про него я хотел бы показать одну штуку которую я пропустил в прошлой лекции говоря про дебас но собственно вы уже видите красивую картинку которую нам относительно не хватало на был на прошлой лекции а именно просмотр интроспекция всего всей шины дебаса в виде дерева вот этим этой красивой картинкой оказывается умеет я умеет выводить утилита баскты которая входит в комплект систем d как я уже говорил систем d это значит напоминаю этот кусочек это кусочек продолжение прошлой лекции систем d и это главный потребитель и скажем так наиболее последовательный и продвинутый потребитель дебаса вот он сам управляет через дебас в общем такие дела и вот к нему прилагается плиты бастель который по умолчанию делает просмотр просмотр соответствующей шины это у нас была шина обычная это шина пользовательская вот как видите он даже в лучших традициях этого самой систем d умеет раскрашивать сейчас я погляжу да умеет раскрашивать вывод вот и пропускать его через утилиту лес ну короче делает нам красиво вот но самое главное что в нем есть и всякие другие возможности в этом басты или в частности он умеет показывать дерево это вот то что с чем у нас начался экран полный полный красиво можно пользоваться посмотреть вот и да и у него нормально выглядит интроспекция вот значит давайте попробуем баск цельный транспект чем мы хотели мы хотели как в прошлый раз этот самый месяц бас до минус минус юзер значит орг диск орг фри десктоп обратите внимание табуляция все как все как у людей на тификей шанс еще раз табуляция орг фри десктоп на тификей шанс и еще раз табуляция орг фри десктоп на тификей шанс напоминаю что первое это вот это волны им то есть то публикация сервиса и это так называемый объект вот это его интерфейс и собственно все и вместо страшного xml который мы видели в прошлый раз нам выдается красивенькая сводка по интер по методам этого интерфейса вот и в частности метод на тифай снабжается вот этой страшной страшной надписью сусасас в сви которая собственно означает что это сигнатура передаваемых параметров стринг unsigned 32 string 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 array of strings array не array на самом деле а вот эта штука означает что это словарь 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 где ключом является стринг а значением является variable вариант объекта то есть там любой объект ну и sign print ну и возвращает он sign print вот такая вот красивая вещь вот возможно ею пользуются удобнее чем всем остальным с учетом того как работает как работает достраивание так что прошу любить и жаловать рекомендую значит но на самом деле сегодняшняя тема будет не это вот значит и сегодняшняя тема я хотел принести немножко извинений людям которые смотрят оба моих каналов пропитончик в том числе потому что сегодняшняя тема будет во многом повторять во многом повторять тему прошлой ну позапрошлой уже лекции по питончику вот потому что я когда значит ее прочел а потом мы с вами на прошлой лекции вот позав когда это было сегодня среда в прошлую пятницу значит пописали на питоне интерфейс к дебасу я понял что питон очень даже не без не 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 безнадежный язык в смысле смысле на нем программировать системные какие-то вещи вот ну и вот соответственно про это то я и подумал подумал рассказать сегодня ну начнем как всегда с бла-бла чтобы значит придать лекции видимость лекции на чем у нас написано ядро линукса на ядро линукс написано на си сейчас идут интересные разговоры о том чтобы компилировать ядро линукса написанное на си си плюс плюсом вот или по крайней мере проверять компиляцию си плюс плюсом потому что си плюс плюс гораздо больше дисциплины программирования естественно накладывает в том числе и на сишный код похожий на си плюс плюс вот но это все разговоры язык программирования си и понятно почему потому что на самом деле язык программирования ассемблер мы с вами вот эту идею которую далеко не все поддерживают но я очень люблю ее гнать в эфир что си это такой очень хороший практически идеальный макро ассемблер вот если по крайней если даже не соглашаться с этой идеей но воспринять да есть чё питончик вот а значит есть на ассемблере спасибо зря вы удалили свое сообщение действительно есть операционные системы написаны чисто на ассемблере но их среди таких вот мега популярных довольно мало прошли времена когда операционные системы и ядра пишутся на ассемблере давайте я поищу все-таки это интересно уже у нас видишь вы видите в основном из линукса делают всякий free ртоз вот это все но настоящий realtime был куин икс вся вспомнил вот он вот 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 была действительно realtime операционной системы написаны скорее всего на си вот она очень вот тут написано что нам был кроссплатформен и тогда может быть и носить но короче говоря в любом случае в любом случае времена полной разработки на ассемблер давно прошли значит ядро у нас написано носи все базовые системные библиотеки написаны носи утилиты которые мы используем в командной строке тут уже возможны некоторые вариации во первых у нас появляется shell не в качестве языка склейки из криптового языка а в качестве языка написания верхней верхнеуровневых системных программ ну вот каких-то таких там работ с файлами вот это все вот у нас появляется си плюс плюс под какие-то специфические библиотеки и под системные действия ну например пакетный диспетчер арт написано си плюс плюсе да вот и тут же появляются еще скриптовый языки питон и когда-то перл перл было одно время мега популярным на нем не системные администраторы писали огромные скрипты но вот почему-то он потихонечку сдал свои позиции а питон потихонечку набирает но не сильно мы сейчас посмотрим почему не сильно хотя конечно как какая-то часть системных программ на питоне пишется очень даже легко вот вспоминая о скриптование языки склейки главный язык склейки разумеется для linux это shell но мы с вами уже посмотрели одним глазом на то почему он главный чем в него чем он хорош помните историю с каналами которые наши нашли выглядят как одна палочка на оси выглядит как 14 строк вот когда-то очень популярен был я уже говорил перл причем перл прям был но реально популярен потому что это полноценный язык программирования на котором можно написать все что угодно и при этом очень емкий и ведущий себя почти как шелл вот сейчас опять-таки потихонечку набирает поляну как потихонечку набрал уже некоторую свою долю популярности питон вот и довольно часто можно встретить людей которые ничего не знают пишет на каком-то c++ и особенно на c++ скуты и вот на этом самом c++ скуты они пишут свои сценарии вот потому что это довольно быстрый язык разработки с одной стороны вот потому что он довольно могучий с другой стороны и в третьих потому что он отчасти кроссплатформенный на самом деле запрос на написание кроссплатформных сценариев склейки это важная вещь я даже удосудился читать лекции по питону в одной конторе которая хотела перевести всех своих там поддержку и значит людей которые занимаются как раз интеграции на один какой-нибудь язык который венди один язык в линоксе другой вот это все вот когда мы говорим про целый дистрибутив то есть вот про те самые пакеты это может быть вообще любой язык программирования то есть вот в работающей операционной системе стопудово есть что-то написано на питоне скорее всего есть что-то написано на перле разумеется есть дофига всего написано на си плюс плюсе вот возможно на сегодняшний день уже есть что-то написано на гу вот на руби возможно вот ну в общем на тикли каком-нибудь на луа короче вот все что вам придет в голову может послужить кусочком операционной системы в смысле линок потому что ну как на чем написали на том и спаси вот встает вопрос смотрите ядро на си базу базовый теле это на си в общем большая часть на си неужели надо писать только на си давайте посмотрим на windows windows как правило написан весь на си плюс плюсе а вовсе на си ядро его написано по большей части на си плюс плюсе все что еще смешнее всякие инсталляторы интеграторы чуть ли не скриптование тоже на windows и пишется в общем традиционно си плюс плюс просто на вина пи вот последние несколько там десяток лет пожалуй после появления может быть два десятка после появления дот нет и после его так сказать проникновение в область я бы сказал непрофессионального программирования очень много стало писаться под винду на дот нити и в первую очередь на си шарпи как на языке склейки вот еще чуть позже появился повершил который потихонечку завоевывает популярность вот в чем его ну типа это такой шелл на стероидах в котором доступна вся объектная модель винды вот совершенно не интерпретируемо совершенно непонятно почему внезапно все на него не набросились но нет все у него не набросились вот повершил это все-таки пока еще не мейнстрим не знаю почему вот но раньше писали еще на cmd на языке командные строки винды вот если речь идет о приложениях то опять таки лидирует дот нет потому что он встроенный и как бы нативный и языки дот нет а которые вокруг него намотаны вот ежели не дот нет то можно писать вообще на чем угон да под винду естественно так же как под все на под все популярные операционные системы есть все вот и в том числе питон и кстати сказать питон как язык склеить под винду особенно с с интеграцией в дот нет вообще говоря не сам плохая значит ну там для примера возьмем макось в котором современной макосе ядро написано на си потому что это бездишное ядро с большим количеством модификации но она на си написано а вот большая часть обвязки написано скорее всего на джек на объекте все это такой традиционный с конце середины конца прошлого десятилетия язык программирования для apple вот объектив си довольно старый настолько старый что современной как бы современном мире его пытаются заменить на другой язык программирования свирт вот я крипт написал отличное слово apple крипт на больше через игры чтобы крепотный apple вот apple скрипт да значит но тем не менее на джекте все пишется очень много язык в общем на самом деле похож на си с объектами как собственно и называются и в этом есть свои плюсы и минус вот для скриптования значит используется во первых внутренний специальный язык для скриптования интеграции который придуман со самими макинтон и портами apple скрипт и shell потому что часть часть современного mac os x а она значит содержит в себе позикс ядро и вот это все вот что касается приложений то такая же вся фигня значит все нативные языки программирования плюс любой пати который на apple запустится а запустится почти все еще раз встает вопрос везде у нас есть си ну в случае винды его меньше но он тоже есть неужели си это и есть такой вот универсальный язык системного программирования правильный ответ и да и нет да потому что если вы умеете под данную операционную систему писать носить то скорее всего вы получите наиболее эффективную если вы умеете писать носить повторяю и наиболее так сказать гибко программируемое решение вот только придется очень много писать кстати сказать я вот сюда не вставил наверное стоит сказать что последнее время набирая и набирает популярность язык который называется раст вот вот который вообще позиционируется как убийца си как бы на нем пишут операционную систему на нем пишут какие-то значит околосистемные штуки вот очень очень сильно набирает популярность этот самый язык не знаю насколько когда этот пик у него пройдет вот потому что заявленную идею убить си сделать значит новый язык программирования низкоуровневый мне кажется она не достигнута и в общем понятно почему раст довольно сложный язык с вычислительной моделью вообще не не сильно соответствующий хорошо не сильно соответствующий той железки на которой запускается и этим отличается от си категорически дать си это язык то есть ли ты модель полностью соответствует той железки на как запускается ну и в этом месте конечно раз никогда не уйдет си но может быть смотреть в сторону раст это а еще довольно сложно на самом деле для написания системных программ подходит любой другой не си язык программирования с одним важным замечанием это важное замечание состоит в том что тот язык программирования который вы будете программировать как это вы можете покупать любой автомобиль автомобиль марки ford любого цвета при условии что он черный значит что имею ввиду когда вы пишете на оси тот факт что вычислительная модель предоставляемая вам языком категорически чрезвычайно близко той железки на которой вы программируете заставляет вас относиться к программированию как почти как программированию на ассемблере или по крайней мере как программированию в реалиях в которых существует оперативная память выделяемая вам регистры используемые в вашей программе до стек стек можно испортить программирование носить до куча которая обслуживает операционные системы с которым вы работаете соглашение по вызовам в которые как который си слава богу от вас скрывают но в них можно вмешаться короче говоря вы не то чтобы учитываете каждый байт но вы по крайней мере имеете представление о том как эти байтики расходуются очень четкое представление особенно это важно при около ядерном программировании программирование каких-то ресурсопотребляющих сервисов так далее вы очень хорошо себе представляете какого рода и какого объема ресурсы вы тем или иным инструментом требуете и использовать как только мы начинаем программировать на высоковым языке программирование на питоне у нас эта идея сразу пропадает мы конечно можем мыслить в терминах быстродействия питон байт кода но сколько и каких ресурсов под это дело внезапно отжирается нам в этом смысле думать тяжело а вот и вот этот вот факт что вы перестаете думать как системный программист пожалуй есть главное почему все таки программы пишутся до сих пор в большом количестве нас потому что как только вы перестаете думать как системный программист вы можете сделать маленькую утилитку которая съедает там 64 мегабайта память 128 гигабайт памяти маленькой утилит потому что вы дернули один одну библиотеку дёрнуть другую библиотеку дёрнули третью и поехали ну вот такой типичный пример вот этого свального лавинного способа разработки представляет собой джава скрипт а точнее движок но джейс вот программа на но джейс может делать 12 функций ну например какой-нибудь 3 бот и при этом выжирать притаскивать собой ну гигабайт гигабайт каких-то исходников на джейс гигабайт сотни модуль вот питом в этом смысле немножко по приличнее но тем не менее не без того тоже такие дела давайте обсудим теперь преимущество значит питона ну или как свойство питона в качестве языка системного программирования первое что надо заметить это их достоинства и недостаток питон кроссплатформенный если мы сейчас заглянем в стандартные модули питона давайте мы это у нас не стандартный модуль вот стандартный модуль питон мы увидим что в редких случаях в редких случаях некоторые модули помечены как unix-специфик и это означает что они не кроссплатформенный питон вообще а некоторые как windows-специфик и это какая-то какое-то как правило прикладной кусочек который предназначен для таких прикладных интерфейсов которых других операционных систем нету просто у вас значит их тут какое-то количество но если внимательно посмотреть это все как раз немножко не мейнстримные штуки но там ну какой-то работа с виду среджестри может быть да а в основном это вот терминалы линуксовые или там допустим системный журнал не не джорнал кстати ктс и слог да или допустим ну не знаю там паспорт датабейс линуксовый ну короче говоря какие-то вещи реально специфические для данной операционной системы все остальное например традиционный модуль os который отвечает взаимодействия с операционной системы он вообще говоря несмотря на то что это именно взаимодействие с операционной системой он вообще грех росплатформы вот и вот значит с этому пожалуй я начну даже примерчик небольшой а вот значит это вот остаток от той самой лекции кажется они подругой примерчик небольшой ну давай создадим ну что-нибудь типа вот примерчик состоит в том что примерчик кроссплатформенности состоит в том что мы попробуем потыкать в модуль который занимается не просто операционной системы os os.path вот смотрите вот обратите внимание что такой в общем довольно универсальный для всех программ термин как get cvd есть конечно же и в питоне это вообще отдельное свойство значит достоинства питона что для всех часто используемых пользовательских системных вызовов если есть в рапер на си то скорее всего есть в рапер на питоне вот get cvd это просто сискол мы можем даже вспомнить что такое есть такой есть значит это третий значит это библиотечный вызов не system call но в общем понятно вот значит да обратите внимание что путь сделал указан в нотации позик то есть с такими слышали прямыми в принципе если мне не изменяет память в питоне в принципе можно использовать путь прямыми слышами даже в винде но обратите внимание если вы запустите такую штуку из винды вы получите другой вот и в этом смысле в этом смысле довольно показательно как например ну смотрите допустим мы хотим сделать под каталог там дирк один сам дирк вот значит как из этого из этого самого получить вот такое забыл вот так значит вот так делать не надо это не кросплатформена вот хотя бы потому что у вас где cvd может приехать с обратными с обратными слышами если ты например винда вот но можно писать вот так вот ос точка пас точка джоин вот этот самый ос get cvd дир один сам дирк вот получим разумеется то же самое но идея стоит в том что вот в этой же это вот это вот действие абсолютно кроссплатформена это за счет от текущего каталог каталога 2 каталог вот и с этим объектом можно уже работать значит чуть больше всякого интересного есть в модуле о спас как видите он здоровенный вот там есть всякие штуки определить что это один и тот же файл что можно если джонта должен быть и сплит конечно где-то тут должен быть сплит вот вот он на кусочки поделить да ну что можно еще какой-нибудь какой-нибудь real path вот у нас есть ос . я очень пас . real пас нет 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 а как же а экспант на вот смотри еще вот эта вот штука есть и спам юзер вот это значит домашний каталог да теперь ос . под . джоин а вот теперь ос . path real path о смотрите значит есть каталог тмп в моем домашнем каталоге у него тот путь который я указываю это home джордж тмп на самом деле он является символной ссылкой вот в это место ну давайте проверим так это или нет вот это действительно так обратите внимание опять таки что я постарался пользоваться не пользоваться ничем кроме круз-платформных терминов да тильдочка означает некоторый домашний каталог пользователя которые есть во всех операционных систем и даже в винде удивитесь вот значит ну и вот такая вот фигня а вот что-то еще хотел посмотреть но мне кажется идея понятная да значит кросс-платформенные с одной стороны то есть пригодные к любой операционной системе ну и соответственно очень экспон двор есть вот понятное дело что этим это кросс-платформенностью хотя смотрите тут вот написано что в винде линуксовый экспон двор сработает ну короче это кросс-платформностью не следует злоупотреблять там где вы внезапно обращаетесь к реалям непосредственно операционной системы да то есть ну такие вещи как переменные окружения пас допустим вам будут доступны в винде а вот некоторые другие переменные окружения которые так или иначе так или иначе в линуксе у вас есть но какой-нибудь мы не знаю там xdg какой-нибудь что-нибудь вот вот такое да вот это у вас почти наверняка в линукс среде есть и почти наверняка больше нет нигде это специфично даже не для линукса а для линукс десктопов для графической среды вот то есть не следует не следует верить в то что кросс-платформенность языка программирования освободит вас от работы с платформой михаил конечно можно заниматься системным программированием в ddg всего лишь в этом случае просто такой извините текстовый редактор продвинутый вопрос в том как отлаживать из ddg что-то что взаимодействие с операционной системой это отдельный вопрос а уж программировать то точно не вопрос вот значит да в общем идея мне кажется понятно да возвратимся к нашему питон просто я решил что было было достаточно и я немножко расскажу про ос значит да что касается сис давайте закончим раз уж мы эту тему затронули давайте мы смотрим сис тоже разберемся он достаточно простой вот вообще говоря вопреки названию сис не имеет отношения от операционность к операционной системе это внутренности именно питона но есть интересные вещи например вот такой как у вас называется питончик с этим связана простей простейшая задачка которую мы будем решать сегодня на практике написать программу на питоне который запускает другую другую программу на питоне вот то есть вы передаете значит программе на питоне имя программа на питоне она должна запустить интерпретатор питона вот это да и запустить другую программу на питоне такие дела вот но с системой также связаны например сис exit который exit статус возвращает да ну и ну и понятно argv который обрабатывает командную строку в питоне но в общем стэдин стэдаут стэдер который соответствует и стэдину стэдауду стэдер укс внезапно такие дела вот то есть некоторая часть того как ваше приложение взаимодействует с операционной системой закрыта именно в модуле сис так значит дать я посмотрю не упустил ли я что про модуль ос не упустил но тут как раз видите большое количество систем обороток а вокруг настоящих сишных системных войск что касается модуля path может быть имеет смысл посмотреть в сторону модуля который называется path leap вот это еще более высокоуровневое представление от о путях но здесь мы встречаемся как раз ситуации в питоне когда где же она когда вот ну короче говоря когда у нас чем более питонистый питонистый интерфейс мы используем тем менее он завязан операционную систему вот этот ос паслип он уже совсем не завязан операционную систему и там даже немножко свое понимание понятия пути и вот это свое понимание понятия пути нас отрывает операционной системы потому что мы начинаем работать в терминах привычных для языка программе вот и это кстати один из важных аспектов почему не всегда хорошо получается системное программирование на том же питоне это что часть фич которые должна делать операционная система внезапно смоделированы на питоне для достижения кроссплатформенности вот ну какой-нибудь действительно диспетчер заданий учить в этом второе второе особенность питона питон писался на какой-то unique системе вот и развивался на линуксе у этого самого у гвида стоял линукс в первую очередь это конечно хорошо для ситуации когда мы хотим программировать под линукс вот с другой стороны это может немножко отвратить от программирования на питоне скажем под ту же винду системных вещей потому что часть системных вещей которые в питоне как-то реализованы могут оказаться реализованы с помощью такой имитации имитации линуксов в частности линуксовые каналы пайпа вот те самые в которой 14 строк на си один символ на нашели да в виндусе тоже есть но они немножко по-другому работают и поэтому питоновский модуль который это реализует вынужден это имитировать мы с вами сегодня встретимся с понятием пайп совершенно другого плана который вообще не похож ни на какие пайпа но будет абсолютно кроссплатформен и вот и там будет хорошо вот но в принципе да питон как язык программирования который разрабатывался на линуксе он для написания линуксовых программ в общем подходит еще одна важная вещь в питоне ну и вообще в высоковольных языках программирования что у них особенного языков общего назначения немножко другое представление о том с какой объектной средой с каким предметным наполнением работает программист и поэтому не всегда удобно писать системные программы на том же питоне и удобно их писать на шелл по своему так сказать историческому происхождению это скрипт то есть мы писали команды в командной строке мы забабахали их файл сказали шелл выполни вот этот файл залежат команды из командной строки вот а потом уже туда добавились всякие фишки ну или не потом а скажем так идеологически потом туда добавились всякие фишки типа циклов шмыков вот этого все остальное то есть шелл это очень высокоуровневый язык программирования но и вместе с тем с ориентированный на работу с системными объектами да все тот же pipe работа с файлами перенаправление ввода вывода подстановка результата работы других команд вообще поддержка запуска команды шелла это все явно указывает что это не просто высоковольный язык программирования язык программирования ориентированный на взаимодействие с другими объектами операционной системы питон нет питон это высоковольный язык программирования ориентированы на написание программ в первую очередь вот поэтому кое-какие вещи которые в питоне есть и хорошо работают на поверку может вообще не оказаться системными а системные вещи это они тоже есть и хорошо работают но программировать придется почти столько сколько носить это вот кстати тут где-то был модуль сис сейчас я покажу вас модуль сис в котором они от модуль вас кажется да вот смотрите в этом самом в модуле ос который связан с операционной системы есть поддержка позиксовых всяких операций ввода вывода в частности open close вот это все это вот все очень похоже на сильно системные вызовы соответствующие которые мы все использовали вот ну вот смотрите как выглядит например open это фактически сишный open путь флаги режим чего что там еще дескриптор и начинается все вот эти флаги все режимы короче если вы собираетесь писать на питоне как носить вы можете взять на питоне как носили вы будете получать практически идентичный за исключением разумеется интерпретации питомского системный код мой объем будет соответственно так в общем преимущество питом терять это я уже сказал вот главная фишка почему на питоне стоит писать какие-то вещи связанные с операционной системой эта ситуация когда у вас часть из них связано с операционной системой а другая часть не связано то есть вы пишете какую-то какое-то приложение которое делать то все пятое десятое и еще периодически лезет своими значит ловлимыми ручонками куда-то в операционку куда-то в таблицу процессов или еще чего-нибудь такое канальчики используют вот это все принимать решение писать все сразу на си или пытаться все имитировать на питоне неправильная идея потому что питон на самом деле сможет делать это и без вас вот тем более что на свете огромное количество ну давайте посмотрим вот заход зайдем на сайт пупы пупи пупи и посмотрим что там у нас по части фреймворки по части операционной системы я бы даже сказал не просто операционной системы а опроса ты нет сейчас это фреймворк или это нет не фреймворк нам нужен нам нужен извините операционной системе операционной системе вот просто просто под линукс 9000 каких-то модулей которые специфицированы которых которые протяганы как ли линукс специфик вот давайте здесь выключим линукс и включим его вот в топике вот топик 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 господи сколько топиков в этом самом питоне о просто линукс значит это вот это будут модули 79 штук которые предназначены специальные только для линукса не кросс-платформенные какие-то специфические короче говоря не говоря уже о том что изрядное количество модулей самого питона тоже отлично отлично платформенный вот это все вот так что быть может питон не самый плохой язык значит виктор не знаю в рамках этого курса почти наверняка не буду в принципе тема ужасно интересная возможно имеет смысл поговорить о ней не со мной а с людьми которые реально работают в виме со сложными проектами потому что я видеть такой немножко верхогляд до всего понемножку делаю я не работаю со сложными проектами иначе бы я с вами разговаривать не смог вот но эта задача решаемая возможно даже я могу решить но это надо подготовить вот еще одна иллюстрация еще одна иллюстрация модулей для питона которые показывают как раз повышение уровня абстракции вот есть модуль тайм который в принципе является как обычно оберткой вокруг соответственно или церковных вызовов да то есть те из вас кто писал программ на си увидят а скет айс цель-тайм какой-нибудь цель-тайм стрф-тайм локал тайм гэм тайм короче системный вызов обернутый в питон slip типичный библиотека time.h вот стрф-тайм короче все как все как у всякок у си и работает как си как вот ну кстати рекомендую хороший годный модель но питон не был бы питоном если бы не предлагал нам более высокого уровня подход к этой проблеме когда все это дело во-первых конвертируется в из разных операционных систем в один и тот же объект во вторых у этих объектов есть арифметика их можно складывать вычитать там есть два типа объектов тайм и тайм-дельта ну то есть соответственно если вы вычли две даты получили тайм-дейту дельту а если вы добавили дельту к обычной дате только вы получили дату вот видите операции над ними умножение деление вот это вся интересная штука рекомендую если вам с этим вообще надо возиться вот ну и если повышать еще значит еще выше то есть модуль календарь который вообще предлагает такие штуки иторатор по неделям вот значит по выходным там ну короче вы меня поняли и даже что-то с html связано ну слушайте тайм-слип внутри работает очень просто вы просто берете как бы это это системный вызов ядра мне кажется вы туда идете и вам выдается ресурс на котором вас процесс спит и он спит до тех пор пока его его не разбудит да это как раз все довольно просто вы вызвали системный вызов и застряли в нем а через нужное время операционная система вас разбудила в этой все это очень удобная кстати штука спать на ресурсе потому что пока процесс спит на ресурсе он не шедулиц да он он залипает в состоянии sleeping и все остальные процессы могут в это время отлично работать а этот никому не мешает вот значит ну время нас поджимает я просто укажу что есть еще модуль платформ который позволяет выковырять из вашей из вашей значит вашего питона самые различные связи не о том на чем он запущен если вам мало операционной системы а вот эта версия ядра вас что еще ну вы меня поняли ну в общем да внезапно вот такие дела значит давайте мы лучше займемся теперь немножко программированием всего 22 таска на этот счет сейчас я подумаю сколько нам времени на это нужно ну наверное наверное нам хватит время значит два модуля модуль который называется супросис любимый мой вообще любимая моя задачка на любых языках программирования вот это по запускать процессы один из другого потому что на шеле это происходит как бы само собой запустить процесс это просто назвать имя файл имя файл с программой запустить процесс через пайп от поставить между ними палочку а на других языках программирования на том же си нет получается ну так так оно такое вот хотя вроде бы си правильный язык программирования значит что касается модуль с опрос из то он конечно позволяет собственно запускать процесс как видите изображают ос систем ос пол в таком духе вот не верьте это скажем так устаревший интерфейс и главное он не кроссплатформенный на самом деле смотрите кто вам сделал вот эту подстановку доллар пас отвечаю шелл вам сделал постановку доллар пас кто же еще то есть на самом деле вот эта команда была передана системному интерпретатору командной строки был запущен шелл шелл сделал всю вот эту вот подстановку ну и соответственно со всеми вытекающими вы можете например сказать вот так вот то есть вы можете устроить ну короче много чем можете строить нехорошего вот не пользуйтесь есть значит волшебная таблетка называется с опроса с . рану но не лень писать слову с опроса . ран вот который ничуть не хуже этого самого ос систем но в каком смысле даже лучше единственное отличие что у нее параметр выглядит вот так вот вот мне кажется этого достаточно . вот смотрите значит что я сделал я вызвал процесс лс спала с параметром а или т и темп и обратите внимание кто программировал опять-таки на си рано отличается от их зек а их зек в и так дальше тем что в экзеке мне должно указать сначала его процесса ну программа которую мы запускаем а потом все ее команду всю командную строку включая имя этой программы в качестве первого то есть если бы это был экзек в п здесь было бы лс лс а лт м п вот но разумеется питон питону не нужны такие вещи он вот делает так кстати сказать это с одной стороны хорошо с другой стороны плохо хорошо это потому что нам не нужно писать лишнего плохо это потому что мы фактически формируем здесь идею относительно того что у нас имя программы соответствует имени процесса хотя на самом деле это не так аргаве 0 не может может быть не равен имя по имя запускаемой программы тут есть интересно на им какой-нибудь не вижу но не важно вот почему я сказал что это универсальная таблетка обратите внимание какое количество дополнительных параметров у нее то есть вы можете сделать так а вы можете сделать вот так например что там у нас скачер стадо уток называется капчер алтус о капчер алтус равняется труп вот ну и допустим здесь к интересным результат ой а куда все этот вывод попал а давайте посмотрим что такое ред рез принт вот смотрите в нем сохранены что мы запускали какой код возврата какой стыда ут был и какой стыдер был ну то есть если мы скажем принт рез точка стыда ут то мы получим какую-то ерунду почему мы получили эту ерунду а вот смотрим вот сюда а это вообще говоря байтовый понятное дело что это байтовая операция но разумеется какая еще программа в вашей операционной системе будет выдавать а сразу питоновский юникод стринг внутренний мы всегда можем написать вот так вот и все будет хорошо такие дела вот вам пожалуйста кусочек системного программирования прямо на питоне мы при этом значит если допустим мы сделаем вот так вот смотрите то у нас внезапно стыда вот окажется пустой а почему стыда вот оказывается пустой а потому что у нас лс генерал ошибки вот и здесь же мы видим как реализовано вот это мое предостережение что программируя на высокому на питоне мы не перестаем задумываться об экономии ресурсов о том сколько этих ресурсов было зажрано обратите внимание что capture output создал нам так на секундочку два байтовых массива байтовых строки которая содержит весь вывод наши утилиты и вас весь а вдруг там не знаю гигабайт ну то есть это конечно наша проблема но тем не менее если бы мы писали на си мы конечно писали не так мы бы что сделали мы бы сказали вот что мы сделали чая я найду тут пример потому что на питоне так тоже можно мы бы короче запускали через паупом конечно же да мы бы сделали паупом и потом почитали бы ну помните как это делается открывается значит этот самый канал в этот канал перенаправляется вот вывод потом значит открою делается for форков пишет выводит в канал вместо того чтобы значит вводить на стандарно на экран потому что мы ему переоткрыли стада аут мы в общем и так дальше вот ну или с помощью поупин это делать чуть проще давайте я посмотрю где тут были примеры на этот счет вот 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 я нашел сейчас я найду пример вот смотрите значит чё делаем что мы хотим сделать мы хотим какую-то команду вот хитрую там мы не знаю там что-нибудь что-нибудь вот такое у нас . систем вот какой-то вот такую команду понятное дело что мы могли сделать это с помощью рано ну вообще как вообще как нефиг делать вот но мы хотим изображать из себя аккуратных программистов экономить ресурс сейчас мы это будем делать изобрать себя аккуратных программистов экономить ресурс значит что мы делаем мы открываем канал команда системный вызов поупен это не совсем он это высокоуровневые представление питона о том как это должно работать открывает нам он делает сразу что он открывает канал и запускает процесс но по крайней мере так делать здесь питон один канал мы делаем попом там просто запускается процесс с параметрами ну там кау допустим минус не знаю 3 вот и мы ему говорим что и стдаут надо переправлять в специальные специальные константу который называется просто пайп то есть фактически ровно это мы и делаем мы запускаем процесс стандартный вывод которого направлять в пайп описали мы еще и вы не запустили описываем второй процесс второй процесс это у нас будет хикс дамп минус c минус c и здесь мы должны так написать что стдаут у нас зафигачен в пайп и войны тоже то есть там такой будет конвейер из трех перенаправлений аист дин у него из первого процесса ну точнее из первого канала мы запустили процесс это его канал вот это вот вот собственно вот этот п это и есть результат вот этого при направлении да окей чо а не вижу чё сделал не так а господи конечно стадо для тормоз все-таки по это процесс а это его и стадо вот давайте еще раз это первый это второй значит ну что а теперь давайте да значит на всякий случай надо закрыть стадо у первого процесса потому что он мне нужен чтобы он там не завис так как мы все это делали вот ну чего значит мы должны все это безобразие запустить но мы говорим так равняется п 2 . коммуникейт то есть запустить процесс и вытащить из него результаты что такое результат результат эту тюпль из двух binary string ну смысле by string первое стадо второе стадо и отлично туда зажралась вот ну и дальше можно сказать это самое чё там без . 0 . дико ну вот чё то я соврал вам это конечно бой не скоро в нее штука но считывать оттуда по строке я так и не смог смешно давайте посмотрим по-быстрому если вам есть такая возможность просто я почему-то решил что этот пример как раз иллюстрирует более более щадать причем стол коммуникать попом коммуникейт а нет но все нормально я со я конечно соврал но но такой интерфейс тоже есть есть интерфейс пол когда вы проверяете если вообще там данные если нет уйдете дальше есть интервейс выйд когда вы проверяете что там данные должны появиться и ждете этого момента есть соответственно вы когда оттуда читаете вы читаете только то что там есть ну в общем возможно такая нет окай значит время точно есть ну да хорошо значит вот такая вот штука значит как видите не так уж сложно но конечно не настолько красиво как в том же решили где-то палочку поставил и все больше больше там два больше куда-то поставил стадер перенаправился вот но тоже в общем не сложно обратите внимание на то что здесь почти везде нету предупреждения относительно того что эта штука система специфичная она кроссплатформенная иногда написано на каких платформах как это реализовано вот вот например сейчас поищу снова позикс вот но как видите вот тут написано на позик сетов сектером на вин 32 и терминет процесс на позик сетил ну и так дальше да то есть иногда написано позик сон 20 такие дела а значит я надеюсь никому здесь присутствующих не надо говорить как в питоне пишутся программы которые читают параметры командной строки это просто ну что значит возрастают накладные расходы они возрастают понятное дело вопрос том какого размера приложения вы пишете если пишите как-то полагаю как двадцатистрочник то да двадцатистрочник на оси будет работать заживет гораздо меньше памяти тем двадцатистрочник на питоне если вы пишете ну некую приложеньку там на тысячу строк в общем уже без разницы ну там будет 16 мегабайтов тут будет а то и меньше ну короче не мегачо несу 2000 строк на оси не 16 мегабайт 4 8 вот и на питоне тоже разница небольшая то есть нет такого что пиша на питоне приложение чем она больше тем больше вы расходуете другое дело если вы напишете миллион приложений на питоне или там тысячу и все их запустится это будет несколько более напряжно чем тысячу маленьких маленьких приложений носить или тысячу шелл скриптов хотя нет каждый шелл скрипт это экземпляр шелл вот тут вот разница вообще несущественно как мне кажется такие дела вот а значит если вы говорите про накладные расходы в принципе на запуск приложений вот на все то есть то нет их там в случае linux их нет вообще ну в том смысле что они такие же как как шеллер это собственно используя тех же самых системных вызовов тех же самых каналов для передачи информации вообще всего того же единственное чего вы должны иметь в виду что если вы читаете непосрочно если вы написали грубо говоря точка рид то в эту точка рид вам приедет все что успело передаться слушайте давайте сейчас проэкспериментируем нас осталось 20 минут я очень надеюсь что за эти 20 минут я успею объяснить то что хочу а мне очень интересно с этим с этим связи значит связи с этим я хочу проэкспериментируем вот о чем вот чем не могу это сделать а там кажется есть параметр запускать через shell могу 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 что нету может упор на есть параметры запускать через shell ну вот так можно сделать а вот shell равняется true это в попе не можем делать окей ща ща сделаем а Шмяк. Ной. Так, что в результате я вижу? Я вижу, что у меня показан второй. А, сейчас. Да нет. Один тюпль. А куда уехал вот этот? Непонятно. Непонятно. Ну, короче говоря, надо читать. Надо читать. Я не уверен насчет этого самого. Хорошо. Значит, давайте лучше вернемся, а то у нас время действительно поджимает, к еще более интересной теме. Это тема многопроцессности. Прежде чем к ней подходить, я вскользь замечу тот факт, что в питоне нету нормальных тредов. Их там нет. То есть в питоне есть прекрасный модуль трейдинг. Не здесь. Вот здесь. Вот. Он есть. Он описывает все, что вам нужно при написании многотрейдовых программ. Значит, для тех, кто не в теме, трейды – это возможность написания кода, который выполняется в одном и том же адресном пространстве, но имеет несколько потоков выполнений, соответственно, несколько стеков, несколько всего. Вот. Значит, обратите внимание, что модуль трейдинг развесистый, поддерживает всю машинерию тредов. Вы можете отлично писать на тредах блокировку, семафоры, события, таймеры, причем питоновские. То есть, в принципе, на трейдинге писать можно. Но. Это имеет смысл только в том случае, если у вас, ну, грубо говоря, только один тред вычислительный. Здесь этого нету. Сейчас найдем. Вот прекрасная статья, объясняющая, почему в питоне нет нормальных тредов. Потому что в питоне есть Global Interpreter Log. Global Interpreter Log – это такая штука, которую… Я же писал это. Ну, отстой. Вот куда делать? Я точно не помню, что это писал. Окей. Возможно, я писал по-русски. Ну-ка. Да. Значит, во-первых, я придумали в прошлом тысячелетии. Во-вторых, это очень тупой механизм, простой, как бревно, которое позволяет блокировать выполнение интерпретатора в одном потоке. Когда происходит выполнение в другом потоке, то есть у вас фактически никогда треды не выполняются параллельно в питоне. Вообще никогда. Интерпретатор блокируется. Вот. И этим достигается очень эффективное быстродействие, очень эффективное быстродействие написания программ без тредов. То есть в одном треде. Вот. Асинхронность есть, ее дохрена, но это отдельная тема, которая требует прямо отдельного разговора. значит, если вы очень хотите, асинкло вам, вам в помощь. Сейчас покажу, куда смотреть в смысле асинхронности. Асинкло. Дикое количество статей есть по асинкло. Главный недостаток питомской асинхронности, что кто-то за вас должен делать этот параллелизм. Это не асинхронность процессов. Это асинхронность работы языка. То есть на уровне синтаксиса. Вот. Такие дела. Значит, так что асинхронность есть, но я про нее не готов рассказывать вообще. Я и про треды не готов рассказывать. Вот, значит, статья относительно того, почему треды в питоне однопоточные. Ну, в смысле, почему питон, в принципе, однопоточный. Потому что это давно придумали, это хорошо работает, это очень эффективно. Вот. Народ пинал Гвида со словами давайте уберем Гилл. Гвида сказал, ребята, вот кто мне покажет реализацию питона без глобальной блокировки, чтобы она была так же быстрая, такая же быстрая, как с глобальной блокировкой. Бога ради. Вот. Идея стоит в том, что как только вы выбрасываете блокировку интерпретатора, вам необходимо предусмотреть блокировку кусочков памяти, блокировку объектов от совместного доступа параллельного. И начинается. Усложняется все в разы. Вот. Во-вторых, никто вам не запрещал пользоваться другими библиотеками, которые занимаются тредами, а вокруг них намазываете питоновский интерфейс. Вот. И в-третьих, если вас интересует просто параллелизм, подумайте над тем, нужны ли вам треды вообще. Да? Во-вторых, вас никто не мешает пользоваться просто обычным параллелизмом, и чему мы посвятим последние 10 минут нашей лекции, может быть, чуть больше. Вот. Значит, и треды вам нужны ровно в двух случаях. Первое. Вы действительно сделали так, что у вас большая часть тредов занимается, она спит на каких-то ресурсах, на вводе выводов, в основном. Тогда отлично у вас все будет работать. Тред один заснул, другой работает. И если у вас вычислительный, грубо говоря, тред только один, то, что нужно. Или, если у вас алгоритм устроен таким образом, вы просто взяли, так сказать, перевбили на питоне некий алгоритм, который изначально использовал треды, изначально использовал доступ к общим ресурсам, вот эту вот всю машинерию. Ну, тогда, значит, терпите и страдайте. Но, в принципе, в питоне есть прекрасный модуль мальтипроцессинг, который позволяет запускать много программ на питоне в параллель, как нифиг делать, и все это работает. Вот. Значит, у модуля мальтипроцессинг есть, условно говоря, три вещи, про которые я хотел сегодня рассказать. Вот. Во-первых, это как вообще запускается процесс. Да, давайте я прям начну с примера. мальтипроцессинг, И с точки зрения, вот давайте подглядывать в пример, с точки зрения процесса в питоне, ну вот тут все, вот этот минимальный, кстати, надо было не так сделать, надо, конечно, сделать вот так. С точки зрения модуля мальтипроцессинг в питоне под процессом прозрачно для пользователя имеется в виду некая функция. в действительности, как если почитать документацию, скажем, под линуксом, такая же история, как под си, форк и выполнение кусочка, который может делать экзек, например, в этом месте. Да? Значит, с точки зрения операционной системы, это банальный форк, вместо одного процесса становится два, у них код абсолютно общий. С точки зрения программиста на питоне, для того, чтобы не вводить вот это вот ну, такую мутноватую мутноватые упражнения с форком, возвращаемым пидом и всем остальным, модуль мальтипроцессинг устроен таким образом, что вы, запуская процесс, говорите, какую запустить из него функцию. Например, функцию f. Давайте мы здесь еще поставим импорт time, time я сказал, здесь поставим time.slip1 и убедимся в том, что, значит, вот у нас start, здесь напишем print started, а здесь напишем print started. Что сейчас должно произойти в ангую? Значит, мы создаем процесс, который вызывает, единственное, что он делает, вызывает функцию f, после чего возвращается. Вот мы его создаем, запускаем, в это время он работает. Потом мы ждем, пока он, этот процесс завершится. Мы как бы, start это как бы fork, а join это как бы раз fork обратно. Вот. В этом месте мы ждем, пока он закончит работу и говорим stop it. Start, стоп. Обратите внимание, что надпись started была выполнена параллельно с тем, как наша функция f уже работала. Вот мы его запустили, функция f уже работает, давайте мы здесь даже напишем еще print вот. Вот хорошо видно, запустили процесс, вот это нам написал дочерний процесс, вот это нам написал родительский процесс, вот это нам написал родительский процесс, это дочерний, вот это произошло, написал нам дочерний процесс и остановился, И после этого у нас случился join. Обратите внимание, что слово started написалось перед словом executing f. Вот сначала мы запустили процесс. Потом успели вывести на экран слово started. В это время происходил форк, бла-бла-бла, вызов, бла-бла-бла. И в конце концов наша функция f успела написать executing f. Вот этот принт успел раньше этого. Это такие рейсы. Непонятно, кто из них будет первым. Зависит от того, как эффективно происходит порождение процесса. Сначала было вот это, потом выполнили вот это. Потом мы-то в это время все выполнив это, мы ждали пока процесс завершится. Он целую секунду прождал, а потом выполнил вот эту штуку. Соответственно, мы можем запустить несколько процессов. Пожалуйста. Мы можем запустить несколько процессов. Значит, давайте мы даже не так сделаем. Так, значит, что здесь будет? Ну, wait, num, я сказал. Так, print f num. Это номер процесса. И сколько он будет ждать? Это мы заходим. Дальше time sleep от wait. И это мы выходим. Вот. Да? Теперь давайте еще random. Вот. Теперь давайте, собственно, позапускаем процесс. Значит, что? For p равняется что там? Process target f args равняется и это номер random точка range от 1 до 5 запустили процесс for и in range ну, скажем от того же пить и это мы породили список процессов теперь мы давайте их запустим p.start p.start for p in p а теперь давайте их подождем p.start 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 вот это вот они запустили 5 штук и вот они остановились обратите внимание что если бы мы выполняли эти процессы последовательно то нас бы ушло на это дело 10 секунд но вся эта вся эта значит фигня выполнилась за четыре секунды потому что это максимум вот значит можно даже смотрите можно даже сейчас написать это будет дофига надо подумать о греб питон ну-ка вот они и это разные процессы причем вот эти два смотрите вот в этот момент когда вывелись вот эти строчки я успел сказать ps минус еф на соседнем терминале что мы видим запущено 5 процессов дочерних раз два три 4 5 это родительский процесс два из них уже успели завершить работу как раз они успели сказать да еще три не успели но ни с одним из них я еще не поджонился я не дождался окончания работы этого чайл да вот и пока это не сделаю они будут тут в состоянии дефункт программа закончила работу но еще не не получила подтверждение у родителей что ей пора заканчивать конечно можно сейчас сейчас мы про это поговорим как раз конечно вот это что касаемо параллельного запуска вот значит вопрос как с ними коммуницировать и тут мы опять наталкиваемся на такую штуку когда питон значит предоставляет нам некоторую абстракцию более хитрую чем более хитрую чем классические или скажем так более общую боре кросс-платформную чем классические средства межпроцессного взаимодействия кстати сказать мы могли бы пдмасс очень посылать но вы помните что это некоторая возня вот а значит сейчас найду это место это называется тоже pipe но не не путайте с настоящим пайпом с пайпом это отношение имеет никакого пайп с пайпы это на самом деле сокеты по крайней мере мне кажется что в настоящей линук системе это реализовано сокетами у нас к сожалению время подходит концу поэтому мы сейчас по-быстрому это все посмотрим и на этом закончу ну вот пример давайте скопипастим и посмотрим просто времени уже нету надо чтобы писать его вручную мы его скопипастим посмотрим посмотрим что 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 это такое значит обратите внимание что появляется новый новый элемент элемент нашего взаимодействия который в питоне называется пайп труба и это такая труба в которую можно с двух сторон писать и в двух сторон читать это важно то есть на самом деле давайте мы давайте сейчас запустим как есть потом модифицировать да значит когда мы ее создаем у нее остаются два конца один конец остается у родительского процесса другой конец надо передать дочернему вот значит вот мы его запускаем он запустился мы получаем от него сообщение и это есть синхронизация это означает что процесс все что надо сделал вот и мы с ним женимся давайте мы здесь ставим задержку классическую много мало вот так вот обратите внимание что пока я не ну вот здесь можно написать даже принт стартит вот обратите внимание на то что эти каналы не каналы нифига это скорее всего сокета они двунаправленные мы можем сделать вот так например смотрите кон . receive тороплюсь он . receive ну и там slip ну ну вот и здесь например сделать так значит вот ему послать он слон стартовал кстати здесь можно написать print 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 waiting for ну вот вот он стартовал вот моему кон . сент посылаем посылаем что мы посылаем количество ну скажем сколько ждать до рандом и ну хорошо пускай будет 3 секунды 3 секунды вот тут пишем wait ну вот что произошло значит он стартанул он написал жду Жду этого самого Числа Мы ему послали число, он его принял Написал, окей, буду сейчас В течение секунд слипать Заснул, ждем А здесь мы ждем сообщения Послал сообщение, приняли сообщение Поджойнились Такие дела И это что касается Значит, это что касается Коммуникации Как вы и спрашивали На самом деле, я знаю, что я выжил В свое время, но я очень хочу рассказать про последнее Я использую этот самый Малтипроцессинг для того, чтобы Тупо увеличить Быстродействие своей программы во столько раз Сколько у меня ядер процессорных В системе Потому что это ничего не стоит Если у меня нету Необходимости изобретать алгоритм Распараллеливания, например, мне нужно Вызвать некоторую функцию в 100 раз И эта функция довольно долгая То я могу убыстрить скорость работы Своей программы В 10 раз Потому что эту функцию Я буду вычислять В 10 процессах параллельно Например, программа Которая проверяет копипасту В домашнем задании на питоне У меня пользуются расстоянием Левенштейна В тредах, конечно же, есть такая коммуникация Треды в питоне однотредовые А так коммуникация, конечно, такая есть Посмотрите, все там есть Вот, значит Видимо Сейчас я покажу прямо пример Откуда-то готовый Вот Вот Прямо готовый пример Мы его посмотрим И на этом, собственно, закончим Что делает эта программа Эта программа Ну, для начала Если кто не знал Вдруг SysRGV Это параметр командной строки Вот Она, значит В командной строке Мы передаем Сколько процессов В параллель можно запустить Функция проц Как обычно Получается Парочку 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 команд Вот Значит Парочку параметров Сколько ждать И что возвращать Ну и номер процесса Вернее Ну и номер И сколько ждать Вот А здесь мы говорим Заведи мне, пожалуйста Пул на 10 процессов То есть Выполняя все 10 процессов Одновременно А если их больше То как только Один из них выполнится Запускай следующий Дальше мы заводим Данные Которые N штук Которые будут передаваться Нашим процессам Давайте Дальше мы говорим Вот тебе пул процессов Дорогая Вот тебе список задач Запускай Вот эту функцию N раз С вот этими N параметрами И ждем Когда все Закончатся А дальше Получаем результат Идеально Когда вам нужно Тысячу раз Выполнить Вот эту функцию Прос Которая Работает Недленно Все Да Значит Заводим пул Определяем Список Параметров Для каждого Из экземпляра Наших процессов Пул У нас на 10 Элементов На самом деле Там количество Ядер берется По умолчанию Список Самих процессов Может быть Сколько угодно Потому что здесь N И вот если мы Сейчас запустим Эту программу Ну скажем С ключом 5 То она запустит Все 5 процессов В параллель Подождет Соответственно Максимальное время 5 секунд И через 5 секунд Нам вернет А вот если мы Запустим 15 То она запустит 10 процессов В параллель А как только Какой-то из них Заканчивается Будет запускать Следующий Потом дождется Их окончания И потом Выведет результат Обратите внимание Таки да В 10 раз Быстрее Все это стало Работиться Вот Значит Интерфейс Такой Пул И мап Все В принципе Вместо мапа Ну то есть Вот здесь Вместо одной функции Вы можете передавать Набор функций Если вы хотите В параллель запускать А разные функции Это тоже Вполне Вполне Допустимо Сейчас я посмотрю Да вот видите Процесс Сез Да вот эти Процесс Сез Они могут быть И разными Для определения Количества ядер Этот модуль Пользуется Внимание Модулем ОС Конкретно Конкретно Функции Ост ЦП Все Братцы У нас Окончательно Выжрано Время Значит Я надеюсь Я Дал Некоторое представление О том Что системные программы На питоне В некоторых Случаях Довольно Эффективны Под линуксом Вот А то тут Уже Какие-то Трепка